МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История худкой медицинской допомоги у Гомеля наличия больше 100 годов. На передни первой суцветной войны, например, тут открыли земскую больницу. Цекаво, что урачи працуют у ее и в наши дни. Сегодня у этом будинку находится травматологичный пункт. Нельзя сказать, что у медиков не хапая работы, але отсутность леда на городских улицах. И, як следствие, снижение колькости травм, напруженность явно снижая. Хоть у вогули, гомельские медики готовы до любых ситуаций. У городской станции худкой допомоги сегодня одночасово заденечены каля 50 бригад. Это отповедает 9-м социальным стандартам. При этом все машины оснащены GPS-навигаторами, что дозволяя больше эффективно размерковывать примаемые выклики. Бодай одинае, на что скарзится бригады, вельми маленькие лишь бы номоров домов на шматеких будинках, что створает проблемы с кошеком необходимых адресов, особливо у ночный час. Иншая справа, что есть выпадки, коли худкую выкликаюсь без особливой потребы, что в свою чергу можно поуправать на час приезда спецмашины до тех людей, кому допомога, заправды, вельми потребна. Либо родители, либо дети беспокоятся, что не смогли связаться с мамой, с папой, звонят в скорую помощь, выказывают свое беспокойство, просят подъехать по указанному адресу, но по прибытию не нуждаются эти пациенты, и ни о какой скорой они, конечно же, не думали и не собирались вызывать. Бывают и у нас такого рода выезды, когда звонят, просят подъехать, но за время в пути человек принимает какой-то медикамент, и по прибытию тоже самое артериальное давление приходит в норму, и по большому счету данный пациент не нуждается уже в оказании помощи. По слову, керавництво городской станции «Гудки-допомоги» на новогодние святы плановится не только поелечить колькость спецмашин, али и укомплектовать бригады наибольшим квалификованными специалистами. Як свечить статистик о прошлых годах, у первых дней нового года колькость выкликов поелечивается омально на треть, при этом до 40% пациентов звертаются у «Гудкой-допомогу» со скаргами на повышенный тиск. У сувезе, с чем медики нагадываются, кали докладно выконовать усе рекомендации, додатковые выклики спецтранспорту не спотребятся. Тем более, что в святочные дни можно будет без проблем звернуться у городские поликлиники. На гэтый Новый год режим их работы будет складен с таким уликом, каб оказать усим пациентам максимально максимальную допомогу. С обслуживанием вызовов на дому, при этом бригады врачебные будут укомплектованы, исходя из того, что необходимо будет привлечение узких специалистов, работа лабораторных служб, рентгеновских служб, для того, чтобы человек мог получить медицинскую помощь, как в обычный день. И вызовы, которые будут поступать, будут обслужены также в течение рабочего дня учреждения. Духовность сучасности и минулого в гэтые дни объединяли у стенах Палаца культуры Чигуночников. Коли 150 работ сучасных фотомостаков и экспонаты староверского иконопису заняли целые два поверхи. На презентации выставочных проектов побывала Ганна Ковалева. Одразу две новые экспозиции открылись у Палаца культуры Чигуночников. Коллегами по выставе стали экспонаты Чаширского, как историк этнографичного музея и фотоработы клуба «Святло души». Объеднувшим звеном стала тема обедве экспозиции «Промеркованный доколят». На першем по версии гостей с устрока именовита фотовыстава у ЕЕ у Айшли больше за 30 работ, як профессийных фотографов, так и початку уцел. Фотография – это вообще миг вечности. И вот этот миг вечности запечатлен для будущих поколений. Он ушел, его больше нет. Но он остался на фотопленке, остался на фотографии, и мы можем смотреть прошлое. Это очень-очень интересно, во-первых, и это имеет огромный духовный смысл, о том, чтобы люди никогда не забывали свою историю, чтобы люди помнили, не просто прожили день, а что этот день оставил в их жизни след. Вот эти все фотографии, они оставляют глубокий духовный след в сердце человека. На другом по версии свои места заняли экспонаты Чаширского историко-этнографичного музея. Тут представлено больше, как полсотни икон, некоторым из них уже больше за 150 годов. Усец являются ярким прикладом староверства. Большаясть написана в темных тонах – с первого и коричневого, фиолетового и бордового. Сырод экспонатов есть узоры Бабичской народной иконописной школы, которая сегодня признана уникальной для Беларуси изъявой. Мы район, пострадавший в связи с аварием на ЧАЭС, 30 лет скоро будет, поэтому большинство икон, они собирались подселенным деревням, когда оставались пустующие дома, иконы собирались, и таким образом, скажем, в фондах нашего музея, где-то даже церковь сегодня, они, как бы, где-то даже, может быть, и завидуют тому, что у нас есть вот такие уникальные, оригинальные вещи. Фоновым додатком образов стал яшчэ один с добыток Чаширской земли – коллекция червона-белых ручников. У целом у историко-этнографичного музея Чаширска сегодня заховывается каля 20 тысяч предметов. Самый уникальный из них, разом с участными фотоработами, комельчане и гости города смогут убачить до 25-го студеня. Ганна Ковалёва, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». 101 год тому, по указе императора Миколая II, была сформирована перша у свете эскадра поветранных кораблёв, якой после стали называть авиацией далёкого дзення. А значит, гэтую дату у Гомельским музея военной славы собралися былые лётчики далёкой авиации, ветераны Зябровского авиагарнизона. Гэтый авиагарнизон у выхода у склада основных баз далёкой авиации, яке знаходилися над территорией нашей краины. И хоть памятная дата означается только у России, у Белоруссии сёння сотни ветеранов-дальников, только 132 из них знаходятся у составе Совета ветеранов Зябровского авиагарнизона. Кожный год гены избираются разом, кабу вспомнить минулое. На гэтый раз была и ещё одна приемная нагода. Уручение юбилейного знака, примеркованного года 100 годзе далёкой авиации. А крымя гэтого, Совет ветеранов упирадал удар музею двухтомник «Далёкая авиация» 100 годзе у боевым полёте. В 1994 году все полки были выведены. Ну а так как люди остались, поэтому мы организовали с военной организацией ветеранские. И сейчас успешно работаем, помогаем друг другу. Собираемся на день дальней авиации 23 февраля. Вот в следующем году, в 2016 будет 75 лет нашему полку образования. Сегодня подписанный контракт с новым галонным тренером футбольного клуба «Гомель». Гэта вядома белорусский специалист Владимир Журавель. Журавель починал займаться футболом на Гомельщине у Мазырской дитячо-юнацкой спортивной школе. Гульцом выступал за российские и белорусские клубы. Тренерскую карьеру починал у Жодзинским торпеда помощником главкома. За пять годов працы галонным тренером ни разу не займал место у таблицы ниже из-за другое. Четыре поспехи с Солигорским шахтером, одной же с Минским «Динамо». Со столичной командой Журавель у першинюх истории клуба вышел у групповую стадию Лиги Европы. Контракт со специалистом подписан на один год. У выпадку выполнения поставленных задач на сезон, супрацовнество помеж боками будет протягнуто. Контракт подписан, но задача, безусловно, у нас одна. Это результативно сыграть в 2016 году и завоевать путевку опять в Высшую Лигу. Новины региона, информацию об проектах телерадо-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен и у студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждем вам добрых новинов. До новых встреч в эфире!